Протираем творог, протираем творог через сито, чтобы он был нежнее. В Свято-Никольском мужском монастыре идут последние приготовления к светлому празднику Пасхи. Блюдо с одноименным названием займет на праздничном столе центральное место, поэтому здесь к его приготовлению подходят с особой ответственностью. Тем более, что к кулинарным подвигам в отсутствии женщин местные послушники уже давно привыкли. Главное следовать рецепту. Творог, яйца, сахар, масло и сметана – это основные ингредиенты. Доводим, скажем, до однородной такой массы и потом добавим еще ванилин и изюм. И все это потом смешаем вместе, и у нас получится творожная такая масса, которая и составляет основу нашей творожной Пасхи. Осталось только придать Пасхе правильную форму и готово. Все это, наше содержимое, поместить в пасочницу, которая потом ставится под груз. Она должна быть приготовлена с молитвой и быть, скажем так, до конца пропитана содержанием молитвы. Предпасхальная радость сегодня царит во всех православных храмах страны. Верующие с утра идут в церкви осветить все то, что приготовили к праздничному столу, чтобы завтра после пасхальной литургии, как говорили наши предки, разговеться. Это же символы, символы светлого праздника, Христового воскресения. Яйцо – символ жизни, кулич – символ тела Христова. Как бы, ну, осветить, значит, ну, каким-то образом, может быть, приобщиться к этому светлому празднику немножко. Пасху жила, спекла, куличей, яйца наварили. Пришли посвятить, потом угостить друзей, знакомых, родственников. Великая суббота – самый строгий день страстной недели, но он же и самый светлый, говорят священники. Завершается многодневный пост перед Пасхой. Великую субботу еще называют тихой. Именно в это время человек готовится к встрече с Христом. Поэтому его нужно провести в тишине и отказаться от веселья. Сегодня очень важно задуматься о том, что же значит для нас Пасха, которую мы будем встречать. Сводится ли она для нас только к освящению куличей, или только, может быть, к семейному празднику, или все-таки она имеет для нас какое-то более глубокое значение. Это прежде всего воспоминание победы Христа над смертью. И для человека это может быть его собственным воскресением. Воскресение Христово – главный праздник христиан готовится встретить по всей стране. Пасхальная служба в Свято-Никольском мужском монастыре начнется сегодня в полночь. И уже тогда братья обители поздравят друг друга традиционным Христос воскресе. Максим Ичерков, Владимир Пятенев. Наши новости. Гомель.